После перекодировки нолики, соответственно, это no, единички это yes. Соответственно, если заново запустить custom table, то у нас эти yes окажутся как раз внизу, потому что это и будет последний профиль. То есть по всем остальным переменам это будут последние коды, и здесь тоже будет последний код, но теперь последний код это yes. Собственно, поэтому и здесь в файле я уже поменял нолики это no. единички, это yes. Этот файл доступен на моем сайте в разделе Log Linear Regression, вот здесь внизу подготовленный массив. Теперь запускаем отбор значимых эффектов. Начиная опять же через кнопки Log Linear Model Selection, сюда переношу все интересующие меня 8 переменных, задаю границы их кодов, получаю таблицу сопряженности с 8 входами и 3712 ячейками. Нажимаю paste, получаю вот такой синтакс, увеличиваю число шагов до 999, число итераций до 99 и запускаю. Получил первый вариант Generating Class. Напомню, в чем состоит алгоритм Model Summary. У нас есть исходно 8 переменных, они формируют множество сочетаний. Представьте себе пирамидку с 8 гранями. В основании у нас лежат главные эффекты, то есть 8 как раз исходных переменных. Дальше идет слой, где все эти 8 переменных формируют двухмерные сочетания. Дальше идет слой, где трехмерные. Дальше идет слой, где четырехмерные. И так далее. Ну, это конечно не пирамидка получается. Но в конце концов, наверху будет всего лишь одно сочетание, в этом смысле похоже на пирамиду. Это будет 8-мерное сочетание наверху. Иерархический лог-линейный анализ, на основе которого и работая в Model Selection, предполагает, что мы можем срезать только верхние слои по очереди. Нельзя срезать нижний слой, не срезав верхний слой. Иначе пирамидка как бы заваливается. Ну, то есть нельзя будет читать многие статистики для лог-линейного анализа. И в данном случае мы видим, что 8-мерный слой срезался и так далее. Происошло 75 шагов по срезанию. Даже больше. Шагов по срезанию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...